Девушки Мороза 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 которая падает с наших крыльев, когда мы летаем. Только, боюсь, мы ее очень долго будем собирать. Ну что это, феи, тут же столько ребят. Я уверена, они смогут нам помочь. Ребята, вы поможете нам? Да! Посмотрите вокруг. Сегодня весь день шел снег, и в зале много-много снежинок. Кто найдет снежинку, несите ее сюда и платите в сумочку нашу фею. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо вам, ребята! Теперь волшебный пилотенам точно хватит. Ну что, полетели? Доставим твое письмо в Центральное Новогоднее Управление. А в этом рим, на другом краю земли, творились темные дела. Ну что, думаете, помогли феи собрать волшебную пыльцу? И теперь они доставят письмо Дену Морозу? Да не бывать этому! Никто в этом мире не получит свои подарки. Да-да, и вы тоже. Ни один из вас. Ни ты. Ни ты. Ни ты. Ха-ха-ха-ха-ха. Думаете, сможете помешать мне? Ничего у вас не выйдет. Никто даже не знает, где искать меня. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Одна куча? Как это могло произойти? Я складывала по своему списку. Вот, здесь напечатано. Адрес доставки положите под самую главную елку. И у меня. И у меня. Кто вы? Посторонний вход воспрещен. Да не посторонние мы. Тут вот письмо. Елка пыталась связаться, но никто не ответил. И мне пришлось вмешаться. Что-то здесь нечисто. И связи нет, и с подарками неболадки. Какие неболадки? Пока сами не поймем. Раскладывали все по адресам. И вышло вот так. Очень странно это. А что там в адресах? Везде сказано. Положите под самую главную елку. Но мы даже не знаем, что это за главная елка. И в какой стране. Ведь везде есть своя главная елка. То есть, получается, что все подарки в мире должны оказаться в одном месте? И никто из детей по всему миру не получит своих подарков? Кажется, я поняла. Это кто-то очень хитрый. Решил забрать их все себе. Но тогда получается, что мое желание у вас будет. А какое твое желание? Я написала, что хочу, чтобы все-все дети в мире были счастливы. И на новогоднюю ночь получили все самые заветные подарки. Вот так дела. Надо срочно отправляться, искать этого злодея. Возможно, именно у него список всех адресов. Нужно облететь все страны и выяснить, кто устроил этот переполох. Но все мы не можем пойти. Ведь нужно еще восстановить связь и забрать остальные письма. Иначе к Новому году точно не успеем. Я пойду, ведь я знаю все главные елки в мире. Отлично. Положитесь на нас. Фея, волшебной пыльцы хватит? Конечно. Ребята очень много собрали. Тогда отправляемся. Первой страной, в которую отправились наши герои, стали Соединенные Штаты Америки. Главная елка здесь в постановленном Манхэттене, в Нью-Йорке. А подарки волшебных санях с утряшкой летающих ареней разносит Санта-Клаус. Манхэттене, в Нью-Йорке. Манхэттене, в Нью-Йорке. И его верный помощник Олег Людорф. Здравствуйте! Ну как у вас тут подготовка? Да, вот, исполняем желание потихонечку. А вы почему пришли к такой странной компании? А у нас беда. Все подарки почему-то должны отправиться на один и тот же адрес. Под самую главную елку. Только не знаем, в какой стране. И мы предполагаем, что это кто-то очень жадный решил все подарки себе забрать. Ого! Ну, у нас он такое точно не смог бы повернуть. У Гудольфа нюх на злодеях. Так что можете не переживать. У нас подарки под надежный защитник. Если бы здесь кто-то замышлял что-то нечистое, я бы сразу сообщил в Центральное новогоднее управление. Где же нам тогда искать эту главную елку? Мы не успели облететь все страны. Хм, я точно знаю, где есть много елок. В северных странах у моего скандинавского друга Юля Томпена. Тогда давайте скорее отправимся туда. И наши герои отправились в Швецию. На опушку леса, в котором живет коллега Деда Мороза и Санта Клауса, в сказочный волшебный гном Юль Томпен. Какой огромный лес! Тут и заблудиться можно. Мне кажется, мы уже заблудились. Не переживайте, это же мои подружки-елки. Если что, они подскажут нам, как выбраться. Ой, только... Что такое, елочка? Я же шведского языка не знаю. Они же меня не поймут. А вы кто такие? Что делаете в нашем лесу? Ой, не бойся. Это помощник Юли Томпена, снеговик. Дасти. Ой, Эль, прости, не признал тебя. Думал, опять браконьеры нашей елочки рубить поводились. Ты уже подарки принес? А то мы все ждем, ждем. Я бы даже пошел тебя встречать. Вдруг, думаю, ты заблудился. Дасти, у нас приключилась беда. Нам очень нужно попасть к Юле Томпену. Ты же нам поможешь? Помогу, конечно. Пойдемте скорее. Нам туда. Нет, не туда. Подождите. Я пришел оттуда. Значит, нам туда. Или все-таки туда. Кажется, я запутался. Вы не помните? Я знаю, кто точно ходит, откуда ты пришел. Давайте поможем Дастин найти дорогу. Ребята, откуда он пришел? Страму или слева? Спасибо, ребята. Только путь на Мальсвейне близкий. А чтобы идти было веселее, давайте на ходу потанцуем со сказочными жителями нашего леса. Вставайте со своих мест и погуляйте в движение за ними. Томпенуlem. Страму. Субтитры делал DimaTorzok 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 Недалеко от королевского дворца Королевский дворец очень хорошо охраняется Туда ни одному злодею не пробраться Значит и здесь мы злодея не найдем Что же делать? Не расстраивайся! Твое желание обязательно должно исполниться Мне кажется, я знаю, кто может вам помочь Помощница моего итальянского коллеги Бабу Наталью и Бифану Я же ее знаю Мы с недавней подруги Скорее отправляемся к ней Удачи вам! И наши герои отправились в столицу Италии В Рим В Пее Бифану Которая разносит подарки Весьма необычным способом Она попадает в дома Через печную тюрьму И кладет в чулки Развешенные на тучегон Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здравствуй, Бифана! Здравствуй! Сколько лет, сколько зим! Ух ты! Как много шоколада! А это что такое черное? Фу! Это уголь Дело в том, что в Италии я приношу послушным детям шоколад И другие сладости А не послушным угольки Но в этом году происходит что-то странное Эльфы перестали приезжать за подарками И их скопилось столько, что у меня тут все перемешалось Прости нас, это какой-то злодей мешает всем планам Он испортил все списки Мы ищем его, чтобы восстановить их Я бы с удовольствием помогла вам Но мне тут совсем не управиться Так давай мы вместе с ребятами поможем тебе Что нужно делать? Нужно отделить сладости и угольки В эти две коробки Ребята, вы поможете нам? Да! Если на экране будут появляться сладости Кричите ням А если угольки Кричите бе! А мы будем разносить угольки и конфеты по коробкам Ну что, ребята, вы готовы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам, ребята! Как быстро мы управились! Вы большие молодцы! Теперь я могу и вам помочь! Подруга, скажи нам, мог ли злодей собрать все подарки под главной елкой Италии? Ну что вы, конечно же нет! У нас елочка в каждом доме важна, а вам нужна главная елка? Да, самая главная! Тогда, я думаю, вам стоит отправиться к Деду Морозу, в Россию! Говорят, что там установлена одна из самых красивых елок в мире! Спасибо тебе, подруга! Скорее, отправляемся в Россию! И наши герои отправились за снежную столицу России в Москву! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух, и натанцевался я! Здорово пляшете! Только что-то вы не очень веселые! Случилось чего? Беда случилась! Все дети в мире могут остаться без подарка! Нам нужно найти самую главную елку! Может быть, у вас такая есть? Конечно, есть! В нашей стране много лесов, поэтому каждый год мы выбираем одну, самую высокую и красивую! И она теперь стоит самым в сердце нашей страны, на Красной площади! Вам ее точно ни с чем не спутать! Спасибо вам! Удачи! Осталось только найти, где же находится эта Красная площадь! Ребята, может быть, вы нам поможете? И так, дорогие друзья, для того, чтобы попасть в Красную площадь, все не так просто. Нам нужно найти сначала Большой театр и Москва-Сити. Вы же нам поможете? Да! Не слышу! Да! А, давайте! Это Большой театр? Нет! Нет! Может быть, вот, это Большой театр? Нет! А, и это Большой театр? Нет! Это Большой театр? Нет! Да! Москва-Сити! Это уже посложнее. Это Москва-Сити? Нет! А это? Может, опять наружу, может быть, вот это Москва-Сити? Нет! Может, нет! Да! Давайте еще боимся! Вот там, вот, и реке Москва-Сити? Нет! Хорошо, нет! Может быть, вот это Москва-Сити? Да! И самое сложное, это Красная площадь. Да! Вот это наверняка Красная площадь, правда? Нет! Нет, это Красная площадь. Может быть, вот это Красная площадь. Нет! Может быть, вот это Красная площадь. Вот, наверное, это Красная площадь, правильно? Да! Спасибо вам, ребята! Скорее отправляемся туда, но наверняка злодей уже там. И наши герои отправились на Красную площадь, в главный елке страны. Подарочки! Мои подарочки! Моя прелесть! Ах, какие подарки! Сколько их! И все мои! Ах, постойте, я знаю его. Это же один из эльфов. Он раньше работал с нами в Центральном новогоднем управлении. Так вот, как он смог поменять все списки. Как вы нашли меня? Это что, вы помогли? Да! Ну и ладно, вы все равно не успели, потому что подарки уже мои. Ха-ха-ха-ха! Нет, мы остановим тебя. Вы хотите забрать мои подарки? Да! А вы хотите, где-нибудь? Так? Тогда получайте! Вот! И вот! Получайте! Вот! Вот! Это что за безобразие? Он улучшает праздничное настроение. Ребята, кто это все затеет? Да! Ребята, давайте вместе скажем волшебное заклинание, которое остановит злодея. Повторяйте за мной. Пусть не будет зла побег, пусть в мешке растает снег. Пусть не будет зла побег, пусть в мешке растает снег. Как вы это сделали? Ну, злодей, рассказывай, зачем тебе все подарки? Ты чего это удумал праздник портить? Я просто... У меня никогда не было того самого волшебного Нового года. Я, когда работал в Центральном Новогоднем Управлении, всегда старался обрадовать других. Найти подходящий подарок. А меня никто никогда не поздравлял и подарков не дарил. Так чего же ты, как и все, не написал письмо Дедушке Морозу? Мне кажется, я знаю почему. Я вот тоже, когда была маленькая, писать не умела. Скажи, ты просто писать не умеешь? Не умею. И помочь мне никто не мог. Потому что мне было стыдно признаться, что я не умею писать. Бедняга, да у тебя никогда не было настоящих друзей. Что же ты не сказал? Мы бы тебе помогли. Мы же всем всегда помогаем. А ты вместо этого все списки испортил. Эх ты! Ну ладно, не рыдай. Обещаю, что больше так не будешь. Обещаю, Дедушка. Я помогу тебе научиться писать. Я уже умею. И в следующем году ты сам напишешь письмо Дедушке Морозу. Извините меня, пожалуйста. Мне очень стыдно. Вот и ты сам. Я все сохранил. Мы же еще успеем все исправить и отправить детям их подарки. Конечно, успеем. И твое желание, получается, сбывается. Я за тобой давно наблюдаю. Все вижу, как ты старшим помогаешь. Учишься хорошо, никого не обижаешь. И плохого ничего никому не желаешь. За доброту твою получишь ты еще один подарок. О, это же собака! Спасибо, Дедушка! Я так давно о ней мечтала! А ведь праздник уже совсем близко. Давайте все вместе закроем глаза и загадаем свои самые-самые сокровенные желания. И наш Дедушка Мороз их обязательно исполнит. Говорят, по Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Главное загадывать добрые, хорошие желания. С Новым годом, ребята! С Новым счастьем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok